В связи с последними событиями в России, многие люди ищут безопасные страны, где можно остаться на некоторое время. Это видео мы хотим посвятить теме, как, приехав в Турцию, остаться здесь больше, чем на два месяца. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Итак, гражданам РФ, чтобы въехать в Турцию, не надо получать визу предварительно. Ее ставят в виде штампика прямо на границе. С таким штампом на территории Турции совершенно легально можно находиться в течение 60 дней. И еще плюс 30 дней, если выехать из страны в любую другую страну, то есть пересечь границу, и тут же обратно въехать. Это называется виза ран. Итого, получается 60 дней и еще плюс 30 дней при пересечении границ туда-обратно. Сума 90. Но помимо этого, можно продлить свое пребывание в Турции еще как минимум на 6 месяцев. Для этого необходимо подать документы в миграционную службу на краткосрочный вид на жительство, ВНЖ, указав цель в туризм. Что же для этого нужно сделать? Для начала, сделай себе турецкий ННН. Его много где будут просить. Видео, как сделать ННН, смотри вот здесь. Мы рассказали и показали, как сделать его онлайн. Сейчас встречаются случаи, когда онлайн почему-то у людей не выходит сделать. И если у тебя тоже не получается, то найди в гугле ближайшую к тебе налоговую. Верджи Дейресси на турецком называется. И иди прям туда ножками. Придя в налоговую, сразу обратись к охраннику и спроси, где сделать такс набер. Он сразу покажет, куда идти. Охранники в государственных учреждениях носители информации и знают, что, где, как и так далее. Там у тебя спросят твой загранпаспорт, адрес проживания в Турции. Любой, даже если ты в отеле остановился. Номер телефона, можно российский. И вот эту бумагу делают быстро, минут 10. Услуга бесплатная. Самое главное, что нужно сделать, это снять квартиру. Если у тебя цель просто пересидеть и переждать, то квартиру снимаем на 6 месяцев. Готовься к тому, что владелец квартиры будет просить оплатить сразу всю сумму за 6 месяцев. Это стандартная практика, не пугайся. Но попробуй договориться с ним и на 3 месяца. Турки договороспособные, и это возможно. При аренде квартиры говори владельцу, что снимаешь квартиру, чтобы получить ВНЖ. И готов ли он с тобой идти к нотариусу, чтобы составить договор аренды по требуемому миграционной службе образцу. Это нужно проговаривать, так как некоторые арендодатели не хотят с этим заморачиваться. А без такого документа миграционка у тебя документы для ВНЖ не примет. Обычно владелец квартиры сам говорит, какому нотариусу ты с ним пойдешь, чтобы ему было удобнее. Если же он так не скажет, то набери в гугле «нотор» и выбери удобный адрес для тебя и владельца квартиры. Готовься к тому, что нотариус попросит у тебя перевод паспорта на турецкий, несмотря на то, что такого требования в списке необходимых документов для подачи на ВНЖ нет. Но ни один нотариус не будет работать без переведенного паспорта. В этом случае есть два варианта. Либо самостоятельно найти такого переводчика в городе, вбив в гугле «Terk-Cimen», и пойти по указанному адресу заранее. Либо же идти к нотариусу так, а у них всегда есть свой переводчик, либо в этом же здании, либо где-то совсем рядом в соседнем здании. Услуга переводчика тебе обойдется не менее 500 лир или 28 долларов. За услуги нотариуса рассчитывай заплатить не ниже 1000 лир или 55 долларов. От нотариуса ты должен выйти со следующими документами. Договоры аренды по специальной форме, они там знают по какой, в двух экземплярах. Копия паспорта владельца квартиры, переведенный за гранд паспорт с печатью нотариально заверенной. И сразу же лайфхак. Переведенный за гранд паспорт от ксель на цветном принтере, а оригинал храни. Вдруг ты решишь продлевать свое ВНЖ, чтобы снова не платить за перевод. А ксерокс тебе также понадобится для миграционной службы. Следующее, что необходимо, это медицинская страховка. Она в списке документов для ВНЖ. Страховка в Турции для ВНЖ сроком меньше года не продается. Страховка частной компании, которая 100% принимается в миграционной службе, стоит обычно не ниже 1800 лир, если тебе за 35. Если тебе ниже 35, то цена будет ниже. Ценник варьируется в зависимости от твоего возраста. Хорошие страховые компании, которые еще и покрывают все, кроме стоматологии, это Сомпа, Джапан Сигурта и Альянс. Есть, конечно, и шарашкиные конторы в интернете, которые стоят всего по 300 лир. И оплачиваются они онлайн. И страховка присылается тоже онлайн. Но, естественно, они ничего не перекрывают, если ты заболел. Будешь платить все из своего кармана. Ну и гарантии, что их примут в миграционной службе, нет. Если делать такую страховку, то это на свой страх и риск. У кого-то прокапывают, а у кого-то нет. Но имей в виду, если ты решишь рискнуть и купить именно такую страховку, сэкономив на ней, подав ее в миграционную службу, а тебе откажут в такой страховке, что она не принимается, повторный документ ты уже подать не сможешь. Только через полгода. Теперь тебе нужно подготовить следующие документы для подачи в миграционную службу. Первое. Это ИНН турецкий для оплаты пошлины. Его могут спросить у нотариуса. Подавать эту бумагу в саму миграционную службу не надо. Второе. Это кироконтракт, то есть нотариально заверенный договор аренды. И третье. Это медицинская страховка в частной или государственной страховой компании сроком на год. Частная она будет стоить дешевле, чем государственная. Четвертое. Это копия ТАПУ владельца квартиры. Это документ собственности на квартиру в виде листа А4. Можешь попросить, чтобы арендодатель прислал тебе WhatsApp. Оттуда можешь распечатать. Там каких-то особых критериев к ней нет. Просто чтобы она была. Пятое. Копия Кимлика владельца квартиры. Это их ID. Он будет вместе с контрактом на квартиру. То есть тоже заверенный такой отксеренный. Шестое. Это копия твоего загранпаспорта. Клади ту копию, которая переведенная на турецкий. Хоть тебе и скажут по номеру 157. Это от поддержки иностранцев в Турции. Что перевод паспорта не нужен. Его отменили с февраля 22 года. Но ты лучше положи его вместо обычного ксерокса. Чем больше подобных бумаг будет вложено, тем меньше шансов отказов. Турки они страшно бюрократичные. Просто бюрократы 80-го левела. Тебе нужно просто задавить, закидать их бумажками. Седьмое. Это копия паспорта страницы с визой. И восьмое. Это биометрические фото. Шесть штук. Цветные, распечатанные и в электронном виде. Они делаются просто буквально на каждом углу. Ищи в городе вывески фотограф, биометрик, фото и комет. Они там все знают, какого формата, как что надо делать. Если сможешь сделать банковскую карту местного банка, то шансы на получение ВНЖ сразу увеличиваются. Положи на карту деньги и возьми справку о средствах на счете. Прям в банке. Выдается на месте в течение 10 минут. Годна такая справка 10 дней. Цена 52 цента за каждый счет. Если, например, карта мультивалютная. Доллар, евро, лира. И приложи эту бумагу к пакету документов. Посмотри видео тут, как открыть счет в турецком банке. Иди без ВНЖ и пытай удачу в разных отделениях. Даже того же банка, где уже ранее был отказ. Самый лояльный банк к иностранцам – это Зираббанк. Если у тебя будут просить внести депозит, обычно это 10 тысяч лир, не пугайся. Если у тебя есть такие деньги, и ты можешь их положить, то они будут твоими. Но пользоваться ты ими будешь через 2 месяца. Они никуда не денутся. Сейчас очень много подач на ВНЖ с разных проблемных стран. И Россия встала с такими странами в один рядок. Россиян большой наплыв, конкуренция высокая. Нужно увеличить свои шансы на одобрение ВНЖ. Для этого нужно как можно больше приложить бумаг. И несмотря на то, что при первичном ВНЖ не требует показывать свой доход и свои средства документально подтверждать, но могут попросить донести такие бумаги. Твоя задача – увеличить свои шансы на одобрение. И если есть возможность сразу приложить такие бумаги из банка, то сделай это. Твоя папка сразу выгодно будет отличаться от других. Готовься к тому, что максимальный срок первичного ВНЖ – это 6 месяцев. На дольше не дадут. Квартиру меньше, чем на 6 месяцев снять ты тоже не сможешь. Потому что выдается на основе аренды квартиры на столько месяцев, на сколько ты снял. Минимум на 6 месяцев. И прежде чем арендовать квартиру, зайди на сайт, который ты видишь сейчас перед собой. И посмотри районы, которые закрыты для получения ВНЖ. Они есть в каждом городе, на сайте вывешены. Ну и список таких районов на данный момент приложен в описании. С момента, как все документы собраны, заходи на сайт ГЕЧ, это миграционная служба, и заполняй анкету. Как заполнить анкету, подробная видеоинструкция найдешь здесь, в видео. Перед тем, как будешь заполнять анкету, купи себе местную турецкую симку. Подробное краткое видео без воды про мобильную связь найдешь тоже здесь, в видео. Специально записывали. Турецкий номер тебе будет нужен, так как туда придет смс из ГЕЧ. Как только анкета будет заполнена, жди, когда тебе назначат дату рандеву. Это вот дата самого похода в миграционную службу. На сайте в процессе заполнения анкеты будет возможность выбрать наиболее удобное отделение. С того момента, как анкета подана, все. Ты на территорию Турции легально, даже если визовые дни закончились. СМС с датой рандеву может достаточно долго не приходить, около двух недель. А может прям сразу же прийти. Приходи в назначенную дату и время по указанному адресу, со всем пакетом документов, распечатанной анкетой. И все это должно быть в картонной розовой папке, которая здесь называется ДОСЕ. Ее можно купить практически в каждой канцелярии или вот в фотомастерской, где делают фотографии. Просто говори ДОСЕ, они тоже знают, какую нужно. Готовься к тому, что нужно будет еще заплатить пошлину. Это 25 долларов гражданам РФ и 165 лир за саму пластиковую карту. Можешь сделать это онлайн, если у тебя уже есть карта банка. Либо в день рандеву, после того, как в порядке очереди зайдешь к офицеру, который по списку проверит все твои документы и даст бумагу на оплату пошлины. Также вбивай гугл-карту в Верге Дайресе и иди в ближайшую. Там оплачивай, берешь документ об оплате. Отксерь его на случай, вдруг придется делать возврат средств, если будет отказ по ВНЖ. И возвращайся обратно в ГЕЧ, в миграционную службу. Также вставай в очередь, отдавай документы офицеру. Тебе шлепнут на паспорт наклейку с номером и датой сдачи документа. После смотри свой статус на сайте, где заполнял анкету. Срок рассмотрения заявки до 90 дней. Все это время твое нахождение в Турции легально, даже если визовые дни у тебя окончены. Таким образом, если ВНЖ тебя одобрят, то в Турции ты в сумме сможешь находиться от 8 до 9 месяцев. То есть 8 месяцев, если ты не пересекал границу туда-сюда и визу равни делал. 9 месяцев, если ты это сделал. Дерзаю, у тебя все получится. Ставь палец вверх, чтобы видео чаще рекомендовалось другим пользователям. Свои вопросы задавай в комментариях, мы обязательно на них ответим. Обязательно подпишись на канал, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео. Обняли-подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok